как сохранить качество мужской спермы и вообще мужской половой здоровья какие возрастные или иные особенности надо учитывать длительное воздержание с какого срока вредной почему знаете тема мужского здоровья это но скажем особенно в плане репродукции это новая потому что дали сильно здоровье раньше что включала это вопросы потенции то есть способность проводить половой акт все что интересовало мужчин и практически все специализации мужские которые существуют медицине их их ограниченное количество это основном андрологи это урологи и сексологи и основное значит внимание это значит это фактически зацикленная на на потенции то есть снижение потенции и как ее лечить на рептильной функции и скажем ну на ряде других но когда речь идет о репродукции о мужском бесплодии или мужской фертильности практически до конца восьмидесятых годов медицине доминировала вот эта презумпция невиновности мужчины только медицине на это многих отрасль и презумпция не у нас я ничего не против мужчин но фактически чем она заключалась что во всем виновата женщина сидите и нет во всем была виновата женщина и эта теория это тассы доминанта она существует до сих пор потому что когда мне пишут женщины и что они по два по три года не имеет беременности и когда их просишь хорошо как муж многие мужья вообще не проверялись то есть женщины прошли через армагеддон через тысячу из обследований и исследований потратили кучу денег и им поставили массу всяких диагнозов потом только бум когда спрашиваешь а сперма сперма говорят с такой спермой беременна такая сперма хорошая потом когда начинаешь анализировать да нет сперма далеко не хорошая с такой спермой не беременна и самое интересное что данных например о мужском бесплодие только вот сейчас начинается вот это пересматриваться многие вопросы только сейчас появляются мужские репродуктологи именно репродуктологи а так принципе репродуктологи мужских их единицы их нет и в этом как раз вся проблема и поэтому значит тема о том какая должна быть даже сперма для зачатия она вот спорная потому что если посмотреть на показатели воз но четыре процента там по моим час до 14 подняли не помню но четыре процента нормальной морфологии на чем вы говорите я специально просмотрела вот требования значит передовых репродуктивных клиник мира многих и практически их требует это не меньше 30 процента нормальной морфологии некоторые даже пишут 50 то же самое касается и подвижности спермы и наличие некоторых включений никто не определяет уровень фруктозы никто на не смотрит на количество спермы количество спермы больше 5 миллилитров спермы считается что чем больше этой спермы тем меньше фертильность спермы и наоборот чем меньше спермы опять же сперма должна когда идет анализ спермограммы учитывается очень многие факты и к сожалению вот плюс учитывается история но если женщина два года или три года или четыре года не беременна при этом ее ковыряют и самое интересное как определить что женщина здорова у нее целый букет коммерческих диагнозов причем одни диагнозы исключают другие но не она проходит вот ну вот как может врать цепляться только одному то к другому то третьему то четвертом то пятом значит абсолютно не понимает как должно проходить исследование женщину алгоритм исследования бесплодный пар и он не понимает где он еще много в ты компарса давайте этот диагноз попробуем давайте это давать и когда видишь что такой букет и при этом абсолютно не видишь значит когда женщина говорит вот результат спермы а там есть отклонение то что мы видим а у женщины нет детей вот нет детей и как бы не говорили что при четырех процентах или там малой подвижности и беременда беремене конечно мы не говорим что есть сто процентов гарантии что беременности не будет при такой сперме многие не знают что фертильная сперма составляет здоровая сперма составляет 22-24 процента что это означает что вот если выставить ряд 100 женщин здоровых идеально здоровых женщин и оплодотворить их одновременно спермы одного мужчины то только скажем 24 женщин заберемен вот понимать и и вот такие моменты необходимо понимать а если есть отклонение спермы то конечно же о какой беременности может идти речь теперь как сохранить качество мужской спермы вы знаете есть такой доктор лэн я его знаю лично и он когда-то написал пару лет назад книгу называется the hardness factor то есть фактор твердости и фактически где он очень такие он поднимает вопрос именно нарушение репродуктивной функции мужчины будущем да не только репродуктивной его половой функции то есть введение полового акта возможность проведения полу акта связи с тем что молодое поколение практически увлекается прием алкоголя а курит и ведет скажем такой беспорядочный образ жизни и фактически предпосылки тому что в будущем через 10 лет 15 лет это эти люди могут казаться потенциальным бесплодными мужчинами значит вот многих это не волнует многие об этом даже не задумывается и на качество спермы влияет очень многие факторы первую очередь это значит самой первой это температура горячей вот эти ванны горячая сауна это бани и тому подобное знаете что вот я вчера изучала вопрос древние древних методов контрацепции то есть самых древних и даже абсурдных методов контрацепции и оказывается что погружение мужчины горячие ванны причем температура высокая в течение там 45 пяти минут значит и скажем на протяжении там трех недель считалось хорошим контрацептивным методом мужской контрацепты применялась многие многие годы и значит было интересно почитать действительно насколько такой вид контрацепции у мужчин имеет научное обоснование действительно имеет то есть горячие температуры вот действительно влияет на качество спермы плюс это тоже курение это тоже прием алкоголя это стресс очень влияет это малоподвижность мошонка выведена у мужчин наружу там иначе яички выведены наружу неспроста то есть это очень важно понимать что если природа сделала что основной значит не то что репродуктивный орган скажем орган который вырабатывает сперму вынесен наружу значит действительно температурный фактор и фактор просто крово цирк микроциркуляции крови играет очень важную роль в жизни мужчины тема объемные поэтому время уже поджимает значит готова значит какие возрастные или иные особенно учитывать учитывать обыкновенный вот такой фактор что как у женщины есть возрастное бесплодие так и мужчин может быть возрастное бесплодие то есть возрастом сперма меняется по качеству плюс если учесть что мужчины чаще имеют вредные привычки то это эти эти качества конечно качество меняется худшую сторону быстрее и еще необходимо учитывать тот фактор что фактически что первичные клетки сперматогенеза они даются мужчине точно так же как и женщины отличие от женщины состоит том что мужчины сперма вырабатывается каждый день а у женщины эти клетки значит вырабатывается тут созревает циклический то есть под влиянием циклических изменений в гормонах самое длительное воздержание в принципе почему рекомендуют например когда говорят о оптимальном режиме половых актов это каждые два-три дня то есть потому что после пяти дней воздержание уже сперме значит наблюдается некоторые изменения которые могут каким-то образом негативно повлиять на зачатие ребенка и то же самое если частые значит частые половые акты скажем каждый день до несколько раз день считается что сперма не успевает обрести те качества которые значит могут привести к зачатии ребенка опять же говорят они сто процентов не нужно воспринимать как категорические значит утверждение но мы говорим в общем среднем что мы знаем вот поэтому до пяти дней воздержание это практически не вредит единственное что например вредит когда говорится вообще воздержание половой жизни мужчин а значит просто на такой орган который должен освобождаться время периодически от простатного сока то есть застой скажем и крови и и и и дисфункция скажем простаты в многом зависит того ведет мужчина половую жизнь не ведет но так и скажем и все мужчины могут вести половую жизнь регулярно скажем некоторые в отъезде там еще что-то значит оптимальный вариант может быть мастурбации поэтому рекомендуется если нет половых актов все-таки мастурбировать это скажем это личный выбор любого мужчины это необязательно что он должен этим заниматься то есть многие мужчины живут и без этого и это необходимо понимать индивидуальный подход к решению проблемы я всегда беру индивидуальный подход и ладно поскольку мне уже нужно заканчивать но все же есть еще один вопрос я уже не оставлю то есть уже выполнил сегодняшний план чтобы не переносить его на следующий раз значит речь идет о том что